Книга «Открытым оком», тема работы, 6 том, 1585 вопрос. Что говорит нам Господь об отношении к нерадивым и порочным подчиненным? Если он нерадив, а мы поступаем с ним человеколюбиво, а он от того становится еще худшим, не будет ли наказание такового противоречить словам? Матфея 7, 12. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В Ветхом Завете было государство на стороне рабовладельца, а сегодня такой шалман всюду, что только в чеченском плену работают хорошо. Вот что говорится в Библии о работниках, склонных сочковать или воровать. Сирахова 42, 1, 5. Не стыдись вот чего. Без пристрастия в купли и продажи, и строгого воспитания детей, и окровавить ребро худому рабу. Если он ведет себя как скот, то и обращение с ним было соответственное. Сирахова 7, 24. Есть у тебя скот, наблюдай за ним, и если он полезен тебе, пусть остается у тебя. Ефесянам 6, 7. Служа с усердием, как Господу, а не как человеком. Не выдавать такому зарплату полную и выгнать его, пока он тебя не разорил и всех не развратил, как Ленин. Второй Фессалоникийцам 3, 10. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие. Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. Притча 26, 3. Бич для коня, узда для осла, а палка для глупых. Сирахова 33, 25. Корм, палка и бремя для осла, хлеб, наказание и дело для раба. И изгнание такого будет точно по той совести, какая во мне, ибо и я хочу того же с собой, чтобы меня не кормили зря.